Русский язык как Евангелие По традиции, вначале читаем ответы, которые пришли на тот вопрос, что прозвучал в конце предыдущей передачи. Вы помните, я попросил дать свои версии происхождения русского слова «семья». При том, что телеканал «Радостьма» – это семейный образовательный канал, и вот интересно, как вы мыслите. Пришло, как всегда, много ответов, из которых мы традиционно выбрали четыре самых интересных. Значит, вот первый ответ. «Семья – это ячейка общества. Любое общество состоит из таких маленьких сообществ родных людей». Ну, да, вот такая версия. Вторая версия. «Семья – это союз любящих сердец, где, как продолжение любви, рождаются дети, тоже любимые». По крайней мере, так должно быть. Вот эта замечательная приписка «так должно быть», она дорогого стоит. Потому что если бы все дети, которые рождаются в семьях, были бы продолжением любви, наверное, у нас сегодня в стране не было бы около пяти миллионов безнадзорных детей. Надо ведь об этом тоже помнить. Следующая версия. «В семье закладывается практически вся основа личности будущего человека. Родители воспитывают его, не только рассказывая о мире и как себя вести. Их поведение и отношения играют огромную роль в формировании отношения человека к миру и к своей будущей семье». Очень пространный, такой глубокий ответ, но должен признаться, что это не совсем объяснение происхождения слова «семья». То есть что слышится вам в этом слове. Ну и последняя версия, отобранная нами. «Семья, конечно, это важно. Человеку без семьи плохо. Но не у всех это получается по разным причинам. В таких случаях человек сам себе семья». Напоминает передачу, да? «Сам себе режиссер». «Живет, работает, отдыхает, общается с друзьями или завезет себе домашнее животное и относится к нему с любовью как к члену семьи». Ну это вот как раз отчасти про меня. Сейчас скажу почему. Вот все-таки не прозвучало той версии слова «семья», о которой я хотел бы вам поведать. А слово-то глубокое, потому что оно исконно русское. И как все исконно русские слова, вот одна из тайн русского слова, она заключается в том, что все исконно русские слова, они имеют, я не мог не обратить на это внимание, два уровня. Первый, я его называю очевидным, житейским. А второй, это всегда подспудный, сакральный, это небесный уровень, он всегда возводит нас к Евангелию, к самому Христу. А так как слово «семья» – это исконно русское, то это, поверьте, оба эти плана наличествуют и в этом слове. Итак, но прежде два слова. Буквально сегодня, когда я ехал сюда, на студию, я воспользовался метро. Вы живете в разных городах. Но в Москве, я не знаю, как в ваших городах, но в Москве практически на каждой станции метро, когда вы движетесь по эскалатору, есть сегодня такое понятие, как социальная реклама. Москвичам это знакомо. Наверняка есть в других городах, где пользуется метро. Так вот, когда вы движетесь по эскалатору, в городе-герое нашем, нельзя не обратить внимание на то, что слева и справа такие красочные плакаты, на которых, та самая социальная реклама, на которых написаны слова известного философа Фрэнсиса Бэкона. А фраза, принадлежащая ему, таковая. «Любовь к родине начинается с семьи». Очень правильные слова. Очень правильные слова. А что меня насторожило? А теперь я вам задам вопрос и проверим вашу реакцию. Вот я уверен, что многие из вас сейчас ответят почти мгновенно. Видимо, для того, чтобы приблизить иноземного философа Бэкона к нашей родной русской почве, это я вам сказал о фразе. А вот что изображено на этом плакате? На этом плакате изображены матрешки. Русские, расписные, такие красивые, веселые матрешки. А теперь вопрос. Как вы думаете, дорогие телезрители, сколько матрешек изображено на этом социальном плакате, социальной рекламы? Уверен, что многие из вас сейчас ответили правильно. Потому что я не раз задавал это и в таких живых аудиториях. И мне буквально выкрикалось смес. Василий Данович, семь должно быть! Говорили люди, которые даже не видели. А вы догадались, почему? Да. Мне не раз и не два приходило задавать этот вопрос. Скажите, мои дорогие русские люди, а что означает слово «семья»? Что вам слышится? Вот тот самый русский слух, о котором, помните, мы говорили в самой первой передаче. Задача вот этого цикла «Русский язык, как Евангелие» – воспитать у нас с вами русский слух. И они меня неизменно отмечали. Василий Данович, ну семья – это семья! Это же слышно! Как когда-то мне отвечали. Помните предыдущую передачу? Человек. Это же чело и век. Семья – это семья. Вы знаете, ведь семья, помимо того, что это абсолютно лишено какого-то смысла. Почему семь на самом деле? Вот сочетаются браком молодые люди, мы их называем молодожены. Их только двое. Утихает свадьба, все, наконец все разошлись, и они остаются надолго двоем. Их пока только двое. А это что, не семья? Моя семья сегодня, после того, как старшая дочь вышла замуж, у нас четверо. Четыре существа, если быть точным. Я объясню, почему существа. Потому что я жена младшая дочь, Влада, и кошка Полли. Красивая черепаха в окраске. А что, это не семья? А там, где десять человек. И это можно продолжать до бесконечной. В общем, знаете, если довести вообще до абсурда, а это надо довести, чтобы показать людям, ложность этого штампа, нет ничего хуже. Вот таких штампов, они притупляют наше сознание и мешают нам разглядеть божественную красоту русского языка, его святость. Семья, это знаете что? Это надо меня, вот Ирзабекова, Василия Давыдовича. Надо клонировать. Да, обязательно. И изготовить шесть клонов. А потом поставить меня и рядышком вот этих шесть клонов. И тогда нас будет сколько? Правильно. Нас будет семь. Я. Во-первых, я не дам себя клонировать. Во-вторых, ну, пока не подрастут, то я уйду в мир иной. Вы почувствуете ли абсурдность вообще всего? А ведь это русский язык. Это язык, на котором с нами разговаривает сам Господь, сам Иисус Христос. Нельзя всерьез говорить о русском языке. Нельзя насладиться его небесной красотой, вот этой лазурью. Нельзя понять его удивительную глубину, если мы не берем в руки Священное Писание, если не берем в руки Евангелие. В Евангелии от Иоанна, это, если не изменяет мне память, это 12 глава и 24 стих. Да. Там есть слова Спасителя о том, что, слушайте внимательно, «Если зерно не погибнет, то останется одно, а если зерно погибнет, то даст много плода». Вы расслышали? Зерно, семя, это и есть семья. Семья есть семя. Вот. И тогда, конечно, дело в том, что в древности русский человек, тот, который в удивительной этой синергии, то есть в сотворчестве с самим Господом созидал вот этот язык наш, это наше сокровище, он близких своих называл «моё семя». Конечно, как и у растений есть семя. Ещё помните у Шолохова есть удивительная, красивая, мудрая повесть, она так и называется, кстати, вспомните. Правильно. Шибалково семя. Семья – это то самое евангельское семя, в основе которой лежит, конечно же, жертва, жертвенная любовь. Осенью прошлого года, это было в сентябре, я посетил с лекциями замечательный край, Екатеринбургскую и Верхотурскую епархию, и в Среднеуральском монастыре женским, имел не одну продолжительную, интереснейшую для меня беседу с духовником этой обители, с Хейгуменом Сергием Романовым. И прощаясь со мной на мой вопрос, отец святой, почему, скажите мне, почему так стремительно в нас, в людях, в мире сегодня убывает любовь, он отметил мне, он сказал, Василий, вы знаете, в чем дело? Ведь любовь немыслима без жертвы, без самопожертвования. А сегодня мир не только не хочет ничем жертвовать, он даже не слышать не хочет самого слова – жертву. А без жертвы нет семьи. Просто некоторых это может насторожить, они могут подумать, я знаю, как люди боятся этих вещей, я и сам когда-то боялся. Жертва, у нас при слове «жертва» всегда возникают такие образы, Господи, это значит… Мы вспоминаем великомучеников, да, мучеников за веру, что это будут отсекать или пытать. Да Господи упаси, мы немощны. Господь никогда не дает, вы знаете это по словам святых отцов, что Господь никогда не дает нам креста больше того, чем мы можем понести. Когда-то я для себя определил, вы знаете, как формулу, что сегодня для нас, современных немощных, в общем-то, людей жертва – это, только послушайте, это действительно формула, это добровольное решение, добровольное обязательно, лишение себя какого-либо комфорта. У тебя маленький ребеночек, он заболел, он не спит несколько ночей, ночь, два, не спит твоя жена. Утром, как и ты, кстати, идет на работу. Я сейчас обращаюсь к мужчинам, сильной половине, она должна быть сильной, и не только по слову, названии своим, но и по сути своей. А ты подойди к ней и скажи, миленькая, ты же не спала уже давно, давай я эту ночь подежурю рядом с нашим младенцем. Или встань, да, ты видишь, она устала, и подойди, помой посуду. Ну что с тобой станется? Я служил в армии еще в советское время, с высшим образованием, пошел служить простым солдатам. Восемьсот солдат мне приходилось за ними, когда попадал в наряд, мыть тарелки. А что станет со мной, если я завтра у себя в семье? Ну и устала жена моя. Помою пять-шесть тарелок. В голову ведь нам, ну да, я буду. А почему нет? Господь в Евангелии об этом написано. Он встал на колени, мы еще будем об этом, в удивительном фрагменте, эпизоде Евангелия, встал на колени и умыл ноги рыбакам, простым людям. Он мог. А мы, конечно, себе это позволить не можем. А если ты едешь в общественном транспорте, ты молодой человек, да, рядом стоит пожилой человек. Я, кстати, не считаю, видит Бог, что если человек молод, он не устает. А если он едет с ночной смены? А если он едет после того, как, да, потрудился на спортивной тренировке, да, он занимается спортом, действительно, я же занимал спортом, я помню, никаких сил, ты выжит просто, как тряпка. Но в том-то и маленький крошечный подвиг, он крошечный, но это подвиг, чтобы как барон Мюнхозин, взять себя за волос, сказать, мать, садись, вот так по капельке, по капельке, по капельке, по капельке, да, вот, ткется этот ковер. Вот так. Это и есть маленькая жертва. А ее не видно, когда она одна. А когда вот, как говорят, курочка по зернышку клюет, да. Или как моя бабушка говорила на восточной поговорке, капля за капелькой может накапать озеро. Конечно, конечно. Вот эта жертва и лежит в основе замечательного русского слова «семья». И если бы людям, вступающим в брак, это объясняли, если когда-то бы объяснили это мне взрослые люди, когда я готовился в первый раз создать семью, наверное, я честно, абсолютно честно, я бы не совершил бы многих и трагических ошибок в своей жизни, как и многие из нас. Вот такое глубокое слово. Поэтому надо им дорожить, надо любить это. Вот обыкновенное русское слово, когда многие, которые были виноваты, знают они. Господи, а что там, какая там тайна? А там великая тайна. Это великая тайна, которая имеет и очевидные глазу, и, конечно, удивительные небесные смыслы. Вот такой радостью я спешу с вами поделиться в самом начале нашей беседы. В прошлый раз мы, помните, раскрыли, как благоуханный цветок вот этот аромат исходит от слова «словек», да, «человек», когда мы понимаем, о чём же нам говорит это удивительное русское слово. А вы знаете, я хотел бы сейчас обратить ваше внимание на русское слово, которое совсем не звучит. Ну что вы, оно крошечное, в нём всего три буковки. Более того, я когда-то для себя это обозначил, это слово из анкеты. Да, оно из анкеты. Вы сейчас поймёте, о чём идёт речь. У меня удивительная судьба. В командировке, вы знаете, ездят взрослые дяди и тёти, а вот я впервые в своей жизни полетел в командировку, когда ещё учился в школе. Да, это немыслимо, но это было. Я был юным корреспондентом, Юркор тогда называли, Юркор, молодёжные газеты в Азербайджане, ещё в Баку. А в Москве, вот в этом замечательном городе, тогда проводилась первая всесоюзная неделя детской и юношеской книги. И меня с одним парнем, тоже из нашего города, а тоже школьником, сюда послали в командировку. Это проходило в колонном зале, было очень торжественно, красиво. И вот я получил настоящее удостоверение командировочного, школьник, представляете? И поселили нас в гостинице «Юность» рядом с лужниками. И я помню, я с трепетом подхожу к этой стойке, сейчас это называется «рецепшн», не по-русски, тогда просто администратор. И нам, уставшим, с волном, я первая жизнь летел на самолёте. Да что вы, в то время прилететь в Москву из Баку, это же событие, это же событие. Это, господи, Павел, 69-й год. И так хотелось быстро под душ и упасть, и отдохнуть. Но администратор протягивает это листок, говорит, молодой человек, заполните анкету. У меня и паспорта ещё не было. И я заполняю. Значит, быстренько пишу фамилию, имя, отчество, всё. Национальность, да, там обязательно была национальность. И какой-то пункт, первая анкета в жизни не обессудьте, моя хорошая. И написано «Пол». Я что-то так запнулся и говорю, а что писать-то надо? А парень, Федка Хачинян, который прилетел со мной из Баку, он громко говорит, на мой вопрос, что писать в графе Пол, он мне говорит громко, пиши паркетный. Тут, конечно, все стали смеяться. Но вы не обессудьте, какой возраст, такой юмор, да? Это самое-то интересное. Вот тут самое интересное. Прошло не одно десятилетие, прежде чем я осознал, я вам сейчас об этом поведаю, что вот между словом Пол, который записываем в анкете, даже не задумываясь, о чём мы пишем, и между вот этой шуткой Фёдора, пиши паркетный, есть какая-то удивительная связь. Я сейчас вам об этом поведаю. Русский язык. Нет второго такого языка, вы знаете. Слово Пол, вы скажете, ну ладно, во-первых, оно исконно русское. Это очень важно. А вы теперь уже знаете, что раз слово исконно русское, то оно обязательно связано с Евангелием. На сей раз оно связано не просто с Евангелием, оно связано со Священным Писанием. Да, и не удивляйтесь, вот это обыкновенное слово из анкеты Пол. Для того, чтобы понять глубину этого слова, мы сейчас бережно возьмём в руки Библию, Священное Писание, и откроем на первой главе, там, где повествуется история сотворения человека Богом. Я читаю. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Дело в том, что часто задавая это вопрос в аудиториях, вот, тот самый, что вы слышите в слове «пол»? Я или не получаю ответа, люди как-то стопорятся, говорят, господи, они задумывались даже. А некоторые спешат выкрикнуть. Владимир Анатольевич, пол – это пол человека. Так вот, когда я, мальчик, мужчина, старик, мужчина, когда пишет в анкете, в графе вот этой «пол», когда он пишет «мужской», то мы тем самым исповедуем, что мы с вами, мужчины, есть мужская половина замысла, таинственного и великого замысла Божия о человеке. А когда барышня какая-то пишет «пол женский», то она тем самым исповедует, что она есть женская половина великого таинственного замысла Божия о человеке. Ну как? У меня, вы знаете, голова кружится от этой небесной высоты. Кто бы мог подумать, а словцо-то вот такое, слово из анкета, между прочим. «Какая небесная красота!» Вы помните наш прием? Для того, чтобы понять, оценить подлинную красоту русского языка, надо рядышком поставить другой язык. На сей раз я поставлю язык английский. И вот скажу почему. Сегодня же, куда ни приди, все требуют знания английского языка. Я не собираюсь это осуждать или обсуждать. Только вот чего мне хочется. Сегодня стремительно падает грамотность людей, говорящих по-русски. Русская грамотность. И такое повальное увлечение английским языком. А может быть, не худо бы нам для начала свой язык выучить и насладиться его небесной красотой. Сегодня, простите, даже уже до неприличия, как когда-то в 18-19 веках доходят. Как, вы не говорите по-английски? Ну что вы, как нехорошо. Так вот, вот в этом английском языке, который сегодня заполонил весь мир, давайте вспомните, как называется пол. Вернемся сейчас, спустимся с этой небесной высоты русского языка, где половина замысла божьего человека. Сейчас спустимся и давайте вспомним. Если у вас есть под рукой словарик, русско-английский или англо-русский, откройте, откройте, убедитесь. Наверняка у вас есть на книжном полке или в книжном шкафу. Я был поражен когда-то. Тот, кто сейчас это произнес, причем я уверен, потому что это часто бывает в аудиториях. У нас такие люди целомудренные, честное слово, и молодые, и пожилые. А я всегда говорю, как по-английски пол? Они так тихонечко говорят. Я говорю, громче. А я знаю, почему они стесняются. Я всегда говорю, да не стесняйтесь, пусть они стоят, их язык. С чего вы-то? Ну, это вот такая целомудрия, врожденная русского человека. Все не проходит. Слава Богу. Слава Богу. Правильно. Остыдятся русские люди громко это произносить по той причине, что в английском языке пол. Это секс. Да-да. Вот тот самый секс. Это пол. Как говорил в комедии «Горе от ума» генерал Скала Зуб угребает вода, дистанция огромного размера, воистину. Только что мы были на божественной высоте священного писания, где говорили о замысле Божьем человека, о его мужской и женской, и нас грубо спустили на землю, где все очень строго, функционально и, простите за прямоту, довольно уныло. Секс. Вот так. А я хочу вот еще, о чем вас просить. Я сейчас проверю вас. Проверю, да. Я сейчас задам один вопрос, на который в аудиториях быстрее всех, как правило, реагируют женщины, девушки, девочки. Вы сейчас поймете, почему. Вы ведь наблюдательны, да? Мы сейчас проверим вашу наблюдательность. Давайте вспомним. В самом начале, это было начало второй передачи, вы помните, когда мы только-только подбирались к той вершине, где русское слово «человек», «словек». Мы вначале говорили о тюркских языках. Помните, что в большинстве тюркских языков человек – это, вспоминайте, повторение мать учения. Адам. Да. Только что упомянули английский язык. Как в английском человек звучит? Правильно. «Мэн». Вас это не насторожило? Вы заметили? Есть такая общая закономерность во всем этом. Языки разные, но закономерность-то одна. Ну? Да, я когда-то тоже удивился, был поражен, что в тюркских языках, что вы можете выстроить их в затылочек, все языки. В основном, во всех, кроме русского, мужчина и человек – это синонимы? Да. Адам. Адам – это человек тюркских языков. Но ведь это и первый человек, и мужчина. «Мэн» в английском. Да, это человек. Но это и мужчина. Вообще-то называется мужской шовинизм, на самом деле. Вы знаете, что мне это напоминает? Вот когда вручают, есть различные кинофестивали, но номинации у них, в общем-то, сходятся. Есть там «За лучшее исполнение главной роли», «За лучший сценарий», «Режиссуру», «Музыку» и так далее. А есть еще одна номинация, она меня всегда умиляет. Сейчас вы вспомните. Есть такая номинация на кинофестивалях, она называется «За лучшее исполнение роли второго плана». О! Так вот, кроме русского языка, во всех иных, женщина – это роль второго плана. Потому что человек – это мужчина, конечно. А женщина где-то там пасется. А ситрина – второй свежести. Как? И только в русском языке, только в русском языке. Обратите внимание. И мужчина – это человек. И женщина – это тоже человек. В человеке, в слове «словек» нет никакого намека на какую-то половую принадлежность, а уж тем более какое-то превосходство, какую-то доминанту. А почему? А я сейчас еще раз прочитаю вам тоже предложение из первой главы книги «Бытия Священного Писания». А теперь послушайте те же слова. Читаю. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вот так. Господь сотворил человека, как вот эти две удивительные апостаси – мужские и женские. Это начало. Об этом нам говорит Священное Писание. И это знает русский язык. Русский язык это знает. И я всегда привожу этот пример, хочу его привести сейчас. Мне всегда это видится, знаете, как русский язык, помимо всего иного, это какая-то драгоценная шкатулка, потаенная, которая вот эту удивительную тайну о миссии, о сотворении человека, она хранит в какой-то ненарушимой чистоте. Пусть все языки, пусть они попирают, пусть они искажают. А они искажают Священное Писание. А русский язык хранит эту великую тайну сотворения человека в ненарушимой чистоте, в удивительной сохранности. Вот вам и слово «пол». Слово из анкеты. И эта наша беседа подходит к концу, но в завершении ее я хотел бы вернуться к началу. Помните, когда я рассказывал вам о том, как нас расселяли в гостинице «Юность», и как мой давний приятель на мой недоуменный вопрос, что писать в анкете, где слово «пол» сказал, «пшепаркетный». И я вам еще тогда сказал, что через несколько десятилетий я понял, осознал, что он-то был недалек от истины. Я собирался в конце об этом рассказать, но я поступлю по-другому. Я предлагаю вам ответить на этот вопрос. Что общего между тем полом, по которому мы ходим, и полом, о котором я вам сегодня рассказал. Присылайте ваши ответы, будет очень интересно с ними ознакомиться, и именно с них мы начнем нашу следующую беседу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова